МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа о законах, которые регламентируют нашу жизнь. Как обычно, в предновогоднем выпуске мы подводим итоги года. Какие законопроекты стали самыми обсуждаемыми? Как Новгородская областная дума работала на межрегиональном и федеральном уровнях? Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить о работе наших депутатов в своих избирательных округах. Итак, итоги года подводит Елена Казакова. Каждый месяц депутаты Новгородской областной думы собирались на очередные заседания, чтобы принять важнейшие для нашего региона нормативные акты. Несколько раз парламентарии встречались и вне плана для голосования по вопросам, не требующим отлагательства. Так, весной народные избранники вновь вернулись к теме административных взысканий для нарушителей тишины. Напомним, что соответствующий закон был принят еще предшественниками нынешних областных депутатов, пятым созывом. Но до сих пор он не работает. Уважаемые коллеги, мы принимали еще в том созыве областной закон об административных правонарушениях. И этот закон как раз и говорит о том, что мы предусматривали ответственность за нарушение тишины в ночное время. И это, конечно, вот этот вот вопрос о том, что как скоро он начнет действовать на нашей территории. То есть закон мы приняли, но он на сегодняшний день не работает. Вопрос, по каким причинам нарушителей спокойствия до сих пор не наказывают рублем, депутаты адресовали начальнику управления Министерства внутренних дел по региону Сергею Коломыцеву. Как выяснилось, соглашение о передаче полномочий по составлению протоколов между правительством и органами полиции не подписано, хотя прошло больше полутора лет после принятия закона о тишине. Сергей Коломыцев заявил, что документ был направлен в Министерство юстиции, но утверждение там не прошел. И решение этого вопроса по-прежнему в подвешенном состоянии. Можно предположить, что к его рассмотрению депутаты областной думы вернутся вновь позже в феврале 2018 года. На 28 число запланировано очередное выступление руководителя УМВД с докладом о проделанной работе. В уходящем году депутаты Новгородской областной думы внесли изменения в еще один важный закон о порядке формирования общественной палаты региона. Прежним остался срок полномочий – три года. Немного сократился численный состав. Членов палаты теперь 30. Но главное, что инициатором формирования стал высший законодательный орган субъекта. За три месяца до окончания срока полномочий предыдущего состава общественной палаты на официальном сайте Новгородской областной думы было объявлено о начале процедуры формирования. Десять человек были избраны парламентом, еще десять – определил губернатор, и 20 членов новой палаты уже выбирали из оставшихся кандидатур последнюю десятку. По желанию к общественной палате, естественно, более плодотворно работать на благо жителей Новгородской области, стать таким консультативным советом, который смог бы проводить мониторинг и выдавать какие-то идеи, в том числе социальные практики самые лучшие, проводить экспертизу законопроектов. Еще одну важную инициативу на рассмотрение регионального законсобрания в 2017 году внесла его председатель Елена Писарева. Спикер провела несколько встреч с многодетными семьями, в которых воспитываются и приемные дети. Мамы пожаловали, что их воспитанники после достижения совершеннолетия лишаются ежемесячных выплат на содержание из областного бюджета, и возобновляются они только в виде социальных стипендий уже после поступления в ВУЗы. Таким образом, абитуриенты на какое-то время лишаются дополнительных средств. Нагрузка полностью ложится на бюджет приемной семьи. Елена Писарева стала инициатором внесения изменений в существующий нормативный акт. Он был согласован со всеми главами районов, а после принят депутатами Новгородской областной думы. Очень благодарна. нашим депутатам, что они так быстро все это подключили юристов, организовали вот этот проект, закон выпустили. Теперь вступил бы он в силу. Есть надежда, что это будет действовать. Потому что мой ребенок такой не один. Таких детей множество. Мы очень рады. Большое-большое спасибо за их проделанную работу в такое кратчайшее время. Не прекращалась в уходящем году работа областных парламентариев и на федеральном уровне. Неоднократно народные избранники участвовали в заседаниях парламентской ассоциации Северо-Запада. А в апреле в Санкт-Петербурге прошел Совет Законодателей, на котором довелось побывать и съемочной группе программы «На вашей стороне». На встрече комиссии по социальной политике, куда входит и председатель Новгородской областной думы, были приняты важнейшие для множества субъектов решения. Среди них финансирование и лечение орфанных заболеваний. Ранее обеспечение препаратами было обязанностью региональных властей. Но парламентарии, понимая, что в условиях экономического кризиса это бремя становится непосильным, выступили с предложением внести поправки в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, которые предусматривают, что обеспечение лекарствами больных орфанными заболеваниями войдет в полномочия Министерства здравоохранения. Кроме того, особое внимание было уделено государственной поддержке детей-сирот. Еще в 2014 году на Совете законодателей председатель Новгородской областной думы Елена Писарева предложила разработать нормативные акты по защите детей-подкидышей, которые не имеют права на получение пособий по потере кормильца. В 2017 году такое решение приняла Государственная дума. Детям-подкидышам предоставлено право на социальную пенсию. Как только этот ребенок будет усыновлен, у него появятся официальные родители, будут записи в средстве о рождении, эта пенсия будет прекращаться к выплате. Ну, логика в этом и заключается. Появились родители, естественно, прекращаются выплаты пенсии. Но не забывали депутаты областного парламента и о своих прямых обязанностях. Регулярно они проводили встречи с избирателями и помогали жителям региона в решении наболевших проблем. В январе мы впервые побывали в гостях у председателя Думского комитета по социальной политике и директора детского дома-интерната имени Ушинского Александра Рыбки. В тот момент Александр Николаевич был серьезно обеспокоен состоянием автомобильных дорог в Шимске, входящим в его избирательный округ. Совсем недавно там был проведен ремонт участка федеральной трассы и к качеству претензий никаких. Но вот к съездам с этой самой дороги есть нарекания. Всего одно съездов просто нет. Мы в деревне живем, в селе дрова, торф, навоз на огород. Просто элементарно. Приехал, отъехал. Не подъехать. В силу требований от федерального законодательства то, что они предлагают параллельный путь трассе и с этого параллельного пути съезда к жилым домам это невозможно. Это на полпоселка смести вдоль трассы тогда, понимаете? Но это невозможно. И я получаю вот такие вот ответы от руководителей дорожного хозяйства самого высокого. Но все же Шимску повезло, хотя бы в сравнении с Боровическими дорогами. Их съемочная группа нашей программы увидела сама, а после показала и телезрителям в октябре. Жители Йогольского и Опеченского поселений ведут непрерывные бои за единственную дорогу, которая соединяет райцентр с этими крупными поселениями. А ведь это, к слову, дорога регионального значения. Областной депутат Юрий Саламонов поднял вопрос о ремонте дороги Боровичи-Перелучи год назад во время обсуждения проекта бюджета. И только тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Специалисты финансового блока правительства пообещали, в очереди на ремонт значится именно трасса Боровичи-Перелучи. Но уже в январе 2017-го надежды на новую дорогу вновь рассыпались в прах. Власти региона вынесли на рассмотрение депутатов поправки в проект бюджета. Поскольку изменились по мотиву формирования территориального дорожного фонда, я считаю, изменение было в сторону уменьшения. Но, естественно, мы стали интересоваться, какие дороги будут сняты с планируемых ремонтов. Одной из таких дорог к огорчению Боровича оказалась дорога Боровичи-Перелучи. И вот с этого момента началась такая кропотливая, настойчивая работа по тому, чтобы все-таки эта дорога вернулась в список ремонтируемых и чтобы в будущем году эти работы были начнуты. И упорство депутата, а также местных жителей, активно составляющих жалобы в адрес регионального правительства и даже президента страны, принесло свои плоды. Губернатор Андрей Никитин лично проехал по проблемной трассе и сразу после этого поручил изыскать необходимые для ремонта средства, чтобы начать ремонт уже в семнадцатом году. Первый этап работ уже проведен. Ожидается, что в новом году Боровичане смогут добираться до Перелучи и обратно уже по новому асфальтовому полотну. А решением проблем жителей Великого Новгорода в этом году занимались депутаты, выдвинутые от городских избирательных округов. В июне мы рассказали о работе депутата председателя Думского комитета по бюджету, финансам и экономике Анатолия Федотова. В ходе одного из приемов избирателей к нему обратилась заведующая и воспитателя одного из новгородских детсадов. Женщины попросили помочь в приобретении детского игрового комплекса и в поддержке Анатолий Федотов не отказал. Еще двое народных избранников Дмитрий Игнатов и Андрей Ломанов в уходящем году активно занимались решением проблемы продажи алкоголя. В 2017-м было опубликовано постановление правительства, согласно которому увеличился срок ежедневной продажи спиртного. Теперь им торгуют с 8 утра до 11 вечера. Дмитрий Игнатов в интервью нашей программе отметил, что инициатива региональных властей с депутатами не обсуждалась, впрочем, как и с общественностью. Такой подход не нарушает никаких регламентов. Но, тем не менее, парламентарий уверен, что жители области в большинстве своем против увеличения периода продажи алкоголя и к их мнению необходимо прислушиваться. Позиция сегодняшних моих дорогих соседей этих людей, которые меня поддержали на выборах, они категорически поручили. Продлили с 9 до 11 вечера. Дмитрий Игнатов выступает за возвращение к предыдущему нормативу. Продавать спиртное, по его мнению, стоит с 10 утра до 9 вечера. Андрей Ломанов же выступает с несколько иными предложениями. Депутат от Северного микрорайона Великого Новгорода обратился в адрес правительства с предложением ввести запрет на торговлю алкоголем с 22 часов вечера до 9 утра во всех заведениях общепита. Точки же круглосуточной торговли спиртным Андрей Ломанов предлагает вынести за пределы жилых массивов. Понятно, что есть и права этих людей, которые хотят гулять и веселиться, например, по ночам. Мы тоже с уважением к ним относимся. Но людей, которые отдыхают, по ночам их больше. Естественно, их права мы должны защищать сильнее. На декабрьском заседании Новгородской областной думы Андрей Ломанов внес предложение провести думские слушания по вопросу реализации алкоголя в регионе. Ожидается, что они пройдут в первых месяцах 2018 года. Но вернемся к участию депутатов в решении острых проблем. В конце ноября в рамках рабочего визита в Пестовский район председатель облдумы Елена Писарева встретилась с директором Быковской основной школы. Вера Беляева рассказала спикеру, что образовательное учреждение уже несколько лет испытывает трудности Автобус каждый будний день выезжает из Пестова в 6 утра и через 40 минут привозит детей в школу. Больше полутора часов утром и больше двух часов днем в ожидании обратного рейса школьники проводят в школе. Итого свыше 10 часов. Директор и родители учеников попросили помочь в предоставлении еще одного автобуса. Уже через неделю Елена Писарева встретилась с вице-губернатором Ольгой Колотиловой и исполняющим обязанности руководителя департамента образования Ириной Середюк. Решение было принято. Автобус станет новогодним подарком для учеников Быковской школы. Мы знаем о том, что эти проблемы есть и в других муниципальных районах. Сейчас уже план верстается и на 18-й год, потому что качественные услуги в образовании необходимо проводить каждому ребенку. Соответственно, должны быть нормальные дороги к этому подъезду, и соответственно, в нормальных условиях нормальных, хороших автобусов ребенок должен доезжать до школы. Добавим, что появление дополнительного транспорта в Быкове решит проблему с подвозом 15 учеников, некоторые из которых первоклассники. Всего же в Быковской основной школе обучается 47 детей. Это была программа о законах, о тех, кто по ним живет и о тех, кто их принимает. Увидимся в следующем 2018 году с наступающими праздниками. Будьте здоровы, берегите себя и читайте законы. Это интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова